Видел, да, как у меня это выглядит? Как ты думаешь, из-за херня? Что ты там показываешь? Что-то глючит у тебя. У меня? Базара ноль. Он ему дитпик показывает. Да, я ему дитпик подправил. Хочешь тоже посмотри? Ну, сейчас что-нибудь. Хлебну. Для храбрости. Да, да. Ну, давай. Ой, блядь, мористы. Так, избранное мое. Больше всего подписчиков. Мое избранное. Так, пароли мне скиньте, ладно, в личку. Я пока что-нибудь заварю, там и приду. Ага. Все пароли, все. Пароли явки. У меня три страницы вообще. У меня 26. Странно, он в подписках. Ну-ка, мы его удалим из подписок. И еще написано, cannot resolve destination host. Нужно получить расположение хоста. Угу. Так, сейчас я посмотрю. Животное, отстань от цветка. Надеюсь, он его ест. Нет, он его просто играет с ним, папа и выдергивается. Так. Андрич Хоррор. Король в желтом, последний миф. Ээээ... О, смотри-ка, автор до сих пор выведет. Последняя запись, 19 июня. Так, я его не вижу. Ой, кот к нам собрался, замечательно. Там кот, санечек через 10 минут будет. О, ну все. Шестерыльник. Конечно, ходы будут долгие. С другой стороны, мы разве куда-то торопимся? Мы еще не торопимся. В эту прекрасную вечернюю пятницу. Нет, дождик наконец-то прошел. У меня тоже уже второй день. А у меня было пекло, 36. Сейчас прямо ищу Симу Городу спал неадекватно. Так, QLT Connect Geekshade. Нет, не надо. Слушай, а я его не нахожу в этих магазинах. У меня он есть, есть. Я могу скинуть. Колдун Канакто и Роси Гекс Хэднет Тайбл Топ Симулятор. Почему? О, все, соединился. Я сейчас сук могу кинуть, у меня она открыта. О, уже закрыл. Эренец. Она у меня просто одна из первых. О, все. А, извините. Предмет больше не существует. О, как. Камыч, а у тебя нормально загрузилось? Да, все отлично видно, все прекрасно. Он его удалил из магазина, как таковой. В смысле, из этого, из рокшопа. Ага. Но ресурсы все с этих грузятся. Как удалил? У меня вот есть какая-то в подписках. А их много разных. Может, не тот просто. У тебя вообще, скажи, сейчас загрузилось? Нет. Так, все, я здесь. Здрасте. Загрузил. Здрасте. Другой загружу тогда. У меня вот это, смотри. Сейчас я тебе скину. Еще один дикпик в лове. Что думаешь? У тебя этот? Мы сейчас другой загрузим. То же самое, только и сбоку. Ну, я так и подумал. Гейммастер хочет сбоку. Ну, сбоку. Сбоку. У меня не привыкать. Сейчас я все позы перепробую, нормально. Ночь длинную. Да, сейчас еще хлопцы подойдут. Попробую все. С вами пожеланиями. О, загрузилось. Это другой. А, это подгрузил новый? Угу. Отлично. Отлично, Константин. Представляете, зашел я на страницу распродажи, думаю, узнать, что это такое вообще. Там какие-то задания, да? Вот, зайди то, там сделай что-то в игре. И вот зашел, посмотрел, мне дали. Вот я в группу вылез. Так, Константин, что-то отсел от нас. Отрежьте лицо лицерезом. Да, у меня то же самое. Кошмар как-то. Причем это единственное задание, которое там есть. Да, да, да. Больше там нет ни хера. То есть в DVD Original Sin 2 больше заняться нечем, собственно. Да, это тоже хорошее. Вроде у меня абсолютно не это. Здрасте. И вам здрасте. Привет, привет. Меня нормально слышно? Тебя хорошо слышно. У меня, по-моему, батарейка сейчас сядет. О, начинается. То у него GTA не стоит, то у него батарейка стоит. Ты вообще готовился к пятнице? Нет. Любые отмазы. Любые отмазы, что-то. И варек забыл бы с батарейкой. То он у GTA не встал, то у него батарейка села, то он ипотеку берет, то он еще что-то делает. Утрины, не знаю. Между делами новой ипотека. Всего лишь на все. Я буквально всего. Чеки, дайте приглоз или что там? Это коннекция у тебя появится. Пароль 32167. Ну, типа, да. Будь здоров. Так. Так, что мы... А как залезть в мешок, напомните мне? В мешок, ну, встаешь ногами в него и тянешь на себя края. Я тяну, ничего не происходит. Тянай молчит. Сёрдж, 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 Шпионка, Шаманка, Политик, Музыкант, Моряк, Лидер Экспедиции, Солдер. А где детектив? Там где-то в музыкополе. Ну, тут только 12 этих героев. Погоди, я сейчас добавлю. Ага. Я же эти не подгрузил модули, их надо подгрузить. Так, забытые тайны, хребты безумия, тайны прошлого, под пирамидами, знамения как козы, или мир грез. Мир грез. Не, Нерл Хаттепа давай попробуем. Мы его ни разу не видели. Под этими, под пирамидами. По-моему, не играли мы под пирамидами. Сейчас сделаем. Что-то там, вокруг света за 80 дней, что ли? Ну, что-то вроде. Киньте мне приглашение, я ко всем попробую, так и не присоединяюсь никому. Вся оконочка. Может, если лично кинуть? Я могу тебя пригласить на трансляцию. Так, и ещё забытые тайны. Сейчас я гляну, что это у нас. Забытые тайны. Там сыщики-выполнители. Странно, не заходят. Какой порой? Это 3, 2, 1, 6, 7. Пора будет уже на обоих записать где-нибудь рядом с рабочим столом. А я записал. Просто с другими перепутал, да? Не она и коннектед. Блин, опять стол висит в воздухе. В смысле? У меня пол не прогрузился. А, у меня это сила Лавкрафта. А эти карты физически пригрузились? А то у нас Андрей, по-моему, в прошлый раз так ничего не прогрузился. Не, мы сейчас поменяли модуль, всё прогрузилось. Лично у меня. О, Лёша зашёл. Здорово. Здорово. Бля, что-то у нас с пингом прям. Стоянием на 100. Москва, хуль. Там с интернетом плохо. А, у меня же GTA качается. Ёкарной бабай, сейчас. Вырубай её нафиг уже, всё равно не успеешь скачать её. Открыто 15 вкладок в хроме. В хром хабе. Ну да. Расскажете, что делать? Конечно. Только я сегодня очень тугой, так что... Туже, чем обычно, что ли? Ты, в принципе, успеешь до магазина сбегать. Пока то, пока сё. Сейчас Саня придёт. Так, а где тут персы лежат? Персы вон тут, в мешочке-то, чувак. Ой. Может, ещё рысий, блядь. Блин. А? А? Я рукой водил. Лошара. А пометку забыл, как стать табом, что ли? Да, табом. Давно они играли в таблтоп, я вообще управление забыл нахер. Сейчас всё вспомню. Тебе не арма. На ВСД? Да, это не арма. А, вот сыщики, 8 сыщиков всего. Нет, ты смотришь. Это дополнительные сыщики, я их сейчас положу туда, к общему сыщику. Ага, понял. Обычно, когда управление вспоминаешь, это кончается тем, что фишки летят под стол куда-нибудь. Ну да. Поздоровец. Детектив занят, сразу говорю. А здесь можно стол перевернуть? Да. Блядь, начинайся. Да, да, да. Почему все новоприбывшие этим интересуются, мне интересно. Это один из первых вопросов. Самый адекватный, я знаю. А как ты устал перевернуть? Волнуюсь. А я их... Сначала переворачивать, потом спрашиваю. Я из археолога вытащил карточку. Где он? Сейчас на дексте. Засунь обратно. Археолог. Ух, слава богу, хоть кто-то вытащил. Вот археолог. Чё, чё происходит? Сейчас на детективы не трогай. Такси, к нам достать. Это деймс Маклайд в сортире. Да, доставай всех, наверное. Можно всех посмотреть? Можно всех. Сейчас мы их все перемешаем. Наконец-то, блядь, подключилось. Вроде сейчас. Ты детектив, да? Да. Частный детектив. Частный. Частный. Капитан, частный детектив. Меценат, миллионер. Брюс Уэйн. Шизоферник. Любит латекс. Ночные Макдабои. Чаще получает, чем дает. Ну, это же Андрей. Всех уже. Это в Сан-Франциско. Горзили диско. Так, сердца где? Вот они. Блин. Ты циферки сделаешь? Да. Тогда по одному. Больше сердца, больше. Загадочный разваленный, это я сегодня. Не понимаю, что происходит. Это нормально. Древнее зло пробудилось. Загадочный разваленный. Тёмыч, ты расскажешь всё, да? Обязательно. Все непременно. Так, Тёмыч, у маленькое сердце и маленький мозг. Увеличивай сам. Лёхе, маленькое сердце и маленький мозг. Увеличивай, знаете как? Правая кнопка, скейл. Мне самый маленький мозг, пожалуйста. Маленький мозг. Один самый маленький мозг. Хрен попадёт. По-честному. А, ты уже спалнишь его. Я тогда Артёму положу. Будете к нему малиновый тупняк брать? Увеличивай. Увеличивай сам. Как увеличить мозг, пацаны? Правый кнопкой. Скейл ап. Тебе дали большое сердце. Так, кого я пропустил? Никого не пропустил. Санючку надо положить. Маленький. Наверняка сюда сядет. У Санёчка нет сети под горой. Где он там? Так. Выбрали себе хищников? Да. Хищников говорю. Чё? Какой хищник? А? Выбирайте персонажей. В мешочках вот тут. В мешочках куча персонажей разложена. Выбирайте, которые вам нравятся. Фермер, актриса, мастер боевых успехов. Можем выбрать вам, если вы не можете выбрать в силу того... Культистка, отступник, конечно. Я буду играть за ктул. Я буду актрисой. Она была актрисой. Мне очень нравится, когда проклял. Она была актриса. И даже за кулисой. Слышно, как жена хлопает дверь. Я буду актрисой. Монахинец. То в пастушку, то в монашку. Я хотел бы тебя... Празец какой-то. Я хотел бы монашку, да. Сумные фантазии. Пенес. Смузданы. Так, актриса. Ладно, Путина в центре. Да, например, Путина и Бульдар. Лола Хейз. Так, Лёхе, я уже увеличил. Хватит. На воскресенье. Кармыч, ты чувствуешь, как у тебя растет? У меня и так не вылазит никуда. Ты еще и увеличишь. Как же ты в дверь проходишь. Боком. Мы же планируем сегодня боком. Разворачивайся. Шпионку. Да че он не берется? Артем, у меня не берется. Кто у тебя не берется? Мешочек. Мешочек шпионки не берется. А, он все взялся. Вот, а, он упал со стола. Она женщина просто такая. Так просто не получится, надо. Ну, вот так начинается гигантомания, блин. Ты не можешь наденешь. Талантливая актриса. Поближе. Лола Хейз. По-моему, такая есть на этом. На Google Хабе. Эта игра называется... На Google Хабе. Талантливая актриса. Точно. Звезда континентальной величины. Третья. Затмевает континенты. Особенно Антарктида. Магия. Я женщина, значит, я актриса. Да, да. Знаете, че это... Сразу-таки, да, да, да. Так, а еще рыси же, рыси же, должен прийти. Куда мы его посадим? В угол, нахуй. Местов нет. Место кота на столе. Или под? Да. Под столом. Нам что-то с тобой можно брать? Или я сейчас могу это на сайте подойти? А, он уже сейчас должен подойти, в принципе. А, да. Вот и Санечка. Привет всем. Привет, Саня. Плюс вся банда. Не вся. Это же седьмой подойдет. Кота нужно позвать отдельно, он стесняется. Кот, когда хочет, тогда подойдет. Я дымаю этого виску, он насыпает миску. Мне, как американцы, кири-кири-кири. Он там горшок закапывает. Пуси-кэт. Пуси-кэт. Ага. А, это ты? Пуси-кэт? Ну, ладно. Можно просто пусть. Офицеры молчать. Гусары, гусары молчат. Гусары, да, гусары. Не, я про офицера тоже не слышал. Куда мне, говорит, деть эти лишние ложки? Офицеры, молчайся, пизде не слов. Так, шапридух. Кто там пароль у нас? Три, два, один, шесть, семь. Он написан на обоях у Андрюхи. Он побежал смотреть. Столько всего здесь по-раскидываю, по-намешану. Сейчас, как объяснять, начнет Артем? Да, все, пожалуйста. Как не играл, развещён в эту пумышку? Вы пока соберётесь, молча. Охуеем сейчас. У нас один ньюфак в это есть. Это человек, который сказал, что я всегда мечтал быть актрисой. Кто интересен? Не знаю. А театрально так, что это, театральную нотки? Да вообще, вообще. Сейчас мы посмотрим, кто играет актрисой. Прекрасно, прекрасно. Человек явно выбрал не ту профессию. Уберите свои пальчики отсюда. Трогаете мой маленький мозг. Три часа ночи театральная гримёрка. Уберите, пожалуйста, свои пальчики отсюда. А где этот мешок? Саня, ты куда сел-то? С персами? Левый верхний угол. Мешочки. Вот куча мешочков. На тебе сердце. На тебе мозги. Спасибо. Видишь, не только сядут руку и сердце, ты отдал сердце и мозги. Я более продвинутый версия Гудвина. Он руку просто уже отдал. Рука просто уже никуда не годится. Стереть. Шутейки за триста. Асаси, у тракториста, где крик? Скажи клей. И всё, и тишина пиздет. Здесь вечер. Всё, бля, бля, бля. Не сказали, не сказали. Ну, Низами пришёл. Так, против кого бы не понравилось? Сделал на подарок Лёхе. Нерлхотепа мы били. Можно... Нефинка. Сатота. Нефинка, как тебе? Нефинка? Нефинка. 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 Ну, это, собственно, этот... Нефинка. Ух, бля, он клёвый. Какого-то вино выбирать в магазине. Тёмный фараон. Можешь переместить сломанную... А, ну да, мы же пирамидой играем. А чё там ещё есть? А можно всех посмотреть? Тёмная полусладкая. Блин, выпить охота. Я тебе говорил, ты успеешь скользить в магазин. Я слышу, у вас в Москве даже можно по телефону позвонить или там в интернете пару раз кликнуть, и тебе всё привезут. Грязные слухи. Даже после 11. И в три только. В четыре это гора. Гора... Давай, я. А, вот Артем уже принял. Ну-ка, скажи, муниципалитет. А где улики? Мне улика нужна. Чё это? Ну, у меня по карточке мне нужна улика и заклинание. Начинается. Ещё там играть не начали. Мне нужен карманный коль 32-го калибра. Сейчас вот всё... Ебаный эльф, да, спёрли его за все. Саш, какое заклинание тебе надо? Туманно-релих. Туманно-релих? Тут написано релих, я ничего не знал. Надо же это... Так, а это, видимо, артефакт, да? Так, тебе какой цвет, Саш, скажи? В смысле? Цвет. Оранжевого? Оранжевого. Один актив, карманный коль 32-го калибра. Овкно, пока что. Овкну. Овкно. Овкно. Овк... Овк... 45-го. Мне нужен 32-го. Карабин, карабин, крест, динамит, топор. 38-го или 32-го, я сказал. Топор? Нет, 32-го, карманный кольт. Сейчас достану, скажи. Я это, я за найду. Нет, тут как бы есть... У меня карманный кольт 32-го калибра. Это актив. Я вот уже там лазю. Вот он, походу, не этот, не он. Давай я найду. Я знаю, как быстро сделать. Вылазь из мешка. Подожди, я уже... Вылазь из мешка. Я знаю, как быстро сделать. Я тоже умею пользоваться поиском. Может, у меня ничего нет. Так, сейчас я на сторону. Быстренькое приключение. Так, не она. Деринджеру, 17-го калибра. На. А, мы как-то против него, кстати, воевали, этого чувака. Играли разве? Ай, он сделал. Так, чего у нас у Кармача? Ай. Ты аккуратней ты, что ты делаешь? Пистолет 45-го калибра, бать его. Лешка, ты тут? Нет, он за бухлом побежал. Да. А, в натуре? Я тут думал. Что-то думал, он стебется. На тебе ствол, Кармач. Прости. Ебать вас тут, народу. Всем привет. Ой, привет. Деринджеру, ебаный варман. Ебаный варман, да ты что? Решение силы, оккультный манускрипт. Что вы там делаете? Тебя ждем. Элдрич? Да. Мурус какой. Я не готов. Счастливый талисман, оккультный манускрипт. Мне не нравится. Тёма же говорит, что меня ждем, а Андрюха тут какие-то оккультные манускрипты читает. Что это? Такое задумали. Готовится все изгнать. Так, а заклинание лишения силы это чары, или заклинание ореол, или ритуал? Это заклинание. Нет, заклинание есть чары, есть ореол, а есть ритуал. А тут не подписано. Ореолы бери. Окультный манускрипт, ритуал. Скажи, какое название я тебе найду. Окультный манускрипт. Сейчас. Кармать? Да. А туториал проходить обязательно, или тоже как искать? Типа, хуй, забить на него. Забивай, курт. Окультный манускрипт, насколько я помню, это артефакт. Кто там пригласил? Нет, написано, что это... Сейчас. Один актив, оккультный манускрипт. А, одно заклинание лишения силы, не то прочитал. Три, два, один, шесть, семь код. Да, понял. Один актив и один пассив. Ой, у меня просто... Слушай, я вожу три, два, один, шесть, семь код и не работает. Потому что ты водишь критыми руками и жопы растущими. Какой злой-то, посмотри, а. Творит, что творит? У меня что-то процент пошли, грузимся, грузимся. Выбирай персонажа, вот тут мешков куча. Мешков куча. Труп? Вот, вот, астронома, монахиня, вот, культистка. У меня культистка, кстати. Так. Почему, кто культистку не добрал? Подожди, сначала я... У меня культистка. Все нормально, со мной. У меня вот фишку персонажа. Смайлик. А начинает она у тебя в... Центральная Америка. Вот туда ее и ставь. Ну, 19 рублей все, плейбой стоит. Ну, блин. Чем ты там занимаешься? Годовая подписка? Нет, я смайлик покупаю, который... А, копейки стоит. 0,19 рублей. А потому что он нетрадиционно ориентирован, поэтому так держу. Что ты там постил? Фотки, семечки, кукуруза, минералка? Ты бежать из страны собрался? Нет, я готовился к погружению. А, все, понял. Так, и осталось еще этот найти смайлик. Так, шпионка. Шаманка. Так, у актрис не взялась. Нихуя, 4 рубля стоит. Офигеть. Кармский, богатые эти смайлики. Чувак, у меня там инвентаря, она много тысяч баксов. А порой, да? Я винишкося надыбал. Ой, 7 класс! Добрый вечер. Слишком он какой-то радостный. Господа, минута молчания. Я хочу посвятить эту песню одному из наших товарищей. Просим, просим. А, песню про ипотеку слышу. Уральские пельмени. Радио шансон включил в наши с банком квартире. Спасибо за поддержку. Еще семечки мы тебе дадим. Кукурузу я ж купил для этого тоже. Здорово, Антох. Привет, Лех. Так, кого брать? Так, нас сколько, скажите мне? Нас 8. Вы скажите, вы два этих, любовничка, вы жен водили навстречу с собой? Да. Как они реагируют на то, что вы познакомились в Стиме? На то, что вы за другом? Реагируют на вас. Ну, они косо посматривают, конечно. На Стим, на нас. Короче, они друг с другом общались, а вы друг с другом. Ну, как-то да. Вы тему вообще Стима во время совместных посиделок затрагивали как-то? Ну да, и было. Ну так, поглаживали эту тему. Поглаживали, да. Легкий петинг. На полушечки, да, там все, как бы, чтобы не сильно раздражать. Вы сразу, чтобы избежать подозрений, перешли на мужские темы, да, машины, бухло. Машины, яхты, ааа, паня, ааа, шлюхи. Почем ты покупаешь акции, я вот нефть продал. Шлюхи не надо, так. Няких шлюх не было. А если выбирать между Стимом и шлюхами, про что бы говорили? Стим. Если б можно было выбирать, тут бы никто не сидел. Ну да, так можно было. То есть раз за стол никого нет. Не, остались одни же... А, ну да, я и Артем, получается. А, нет, вот. Я бы еще остался, мне бы нормально. Так, а что тут шпионка валяется на полу? Кулечек со шпионкой. Она перепела. Как на полу? А, мешочек там пустой. Так, пустой. Собираем пустые мешочки, сбрасываю в мешочек. Актриса, шпионка Кармич на полу. Кармич частенько бывает на полу. Особенно в другую на столке. Меня как-то даже выкинули из таверны. Почему, что у тебя не было денег? Ну, это у всех бывало. Что-то у лидера экспедиции аж три карточки. Он умрет первым. Фермер. Офигенно. А, у него дополнительные мозги там лежат. О, они. Чтобы мне казалось. Я думаю, что такая графика убогая. У меня разрешение не поменялось. О. Так, у всех мозги есть? Не факт. Нормально. Будем считать, что это по умолчанию. Выбираем. Тут остался солдат. А как-то можно не вытаскивать из мешка, увеличить эту карту, чтобы... А, вот, все. Правой кнопкой, все. Нет, все. А вот дальше потом, чтобы, понимаете, получше ее. Вот я в этом мешке сейчас нахожусь, где фермер. Вот она немножко увеличилась, а чуть больше. Я нахожусь в мешке, где фермер. Да. А вот. Смотрите, правильно. На полу. Мешок с картохом. Скажи, тебя взяли в плен. Моргни. Моргни. Моргни в мешке. Так никто не увидит. На вечер перестает быть томным, что-то бери. Так, моряк. Моряк у нас был, да? Секретарь, лидер экспедиции. Вот все мешки, которые лежат, их всех не было. Как это? Моряк был, я помню, кто-то играл за моряка там такой. А, ну так, да. Сейчас-то можно любую. Не, сейчас-то можно любую, я просто... Бери старший научный сотрудник, кот. А я лучше, может, профессор лучше, это же сразу же помогает. Ты не фермер, нормально. Лидер экспедиции. Ты будешь главным лидером. Нет, лидер у нас Артем. Я могу любого персонажа взять. Я могу любого, брат. Он любым персонажем затащит. Ну да, я же видел, я говорю, в баротравме горел, и реактор продолжал налаживать. Я говорю, Тема, ты горишь, нормально. Давай морфий. Давай морфий. Нет, он сначала спросил, а огнетушитель у нас есть на корабле? Я говорю, да. Он говорит, ну давай, говорит, туши, и все. Давай тогда морфий. Да. Хуистил с огнетушителем. Да, да, говорит, морфий. Так. Кто кого взял? Так, ну я фермер туда возьму. Да, может, всех расхватали. Так, Спенсер-культистка. 7, 5. 7, 5. Так, Крамыч у нас шпионка. К, да. 7, 5. Так, чего у тебя актив кувалда? Мне так нравится, когда начинают рассказывать про Артема, как он там в одиночку того, в одиночку этого. Вон уже какой-то вот локальный мем по типу Чека Норриса. Вот что-то вроде там. Артем, Артем там, что там было? Может сжать пальцы в кулак даже на ноге там. Артем, Артем однажды съел там праздничный торт, перед тем, как друзья ему успели сказать, что там стриптизерша там. Ну, типа того, да. Ну, даже собственный синдром есть, кстати. Да. Я его вывел, диагностировал капелланом. Вывел. Возвел, блядь. Мутировал. США, Даллас. Справляйся в Даллас, США. Как вращать, Егор? Вращать? Крутить ты имеешь в виду ее? Ну, да. Где у нас США, Даллас? Это через полчаса после винишка должен был Леша спросить. Мы будем считать, что Даллас, это здесь. Пацаны, как вращать? Я внук, когда вы расставите, чтобы перевернуть. Здесь, Даллас. Я в Далласе начинаю, а где Даллас? Там где должны обозначить? На троечке. Почему? Почему бы и нет? Даллас, Центральная Америка. Ну, географию-то узнать надо. Ну, ты знаешь, где Даллас? Блядь. Давай. Не ждал я этого вопроса. Мне кажется, это Центральная Америка. Город в Техасе. Город в Техасе. Техас? А, Техас, это Центр Америки, да. Похож на Техас, да. Техас в основном такие пидорасы. Если ты помнишь. Что там с нами? На БК, конечно, я похож, да. Да. Такой фермер с кувалдой. Где кувалду, кстати, положил? Положил, вон она лежит. А что, эта кувалда, типа, моя это? О, это как в этом. Американские боги. Сейчас. Этот, Чернобог? Чернобог, да. Сейчас применю кувалду. Давай с тобой поиграем в шашки. Если я выиграю, я тебе расфигачу кувалдой череп. Отличные условия. Какой навык надо повысить? Какой навык себе повысишь? Да, любой навык можешь повысить один раз. А какие есть? Воля, сила, внимание, общение, знание. Смотри, вот у тебя внизу знание, книжка, общение, внимание, сила и воля. Узнание, где о том, как ты делаешь. Для этого надо жетонное улучшение. А жетончик у нас где-то лежали? Сверху лежат. В смысле, все видно не стало. Нет, у него не должны сначала быть, чтобы он повысил. Не может просто начать. Он может вначале сразу. А у него поделка такая. Ну, мы сейчас будем представляться, зачтем это. Знание бы, за что отвечает здесь. Знание отвечает за то, как ты будешь работать с книгами или крестами, основанные на лое. Общение – это твои покупки в магазине и умение договориться с кем-нибудь. Внимание – это заметить что-то. Сила, ну, соответственно, навалять. Воля – это, соответственно, не сойти с ума, когда увидишь что-то. Разведка за мной. Давай внимание. Внимание. Конечно, имеет смысл на на почту уже высоко. Так, как мы располагаемся-то вообще? У меня тут культист какая-то и фермер. Стравим стратегию. Люди в беде, чтобы помочь. Культистки и фермерам. У меня, получается, сила плюс один должна быть или... Что это, Артем? Где? На кувалде, видишь, написано. Получите плюс одну силу. Плюс одна сила – это у тебя пока оружие в руках. То есть ты бросаешь дополнительно этот дайс, по-моему. Нет, дайс это плюс два. Это он сразу. За счет того, что он ходил с кувалдой. А, за счет кувалды? Да. Еще какая билка интересная. Мне больше ничего. То есть у меня должно быть... Короче, пока у тебя кувалду, у тебя есть плюс одна сила. Круто. Но только с кувалду... Она не исчезает. Твоя карета превратится в тыкву! Не-не, она не исчезает. У меня получилось. Мне кажется, в черном рынке можно проебать вообще все. В том числе и жизнь. Так, у тебя там только... А вот локация шесть, там же сзади написано. На карточке. Да? А я тебя в третью поставил. Хорошо. Так, осталось мне выбрать своего персонажа. Все правильно, короче, на шестой стою. Так, у нас кто есть? У нас есть культистка. Шпионка, актриса, частный детектив. Фермер и шаман. Фермер и шаман. Не хватает. Мне кажется, боевой мощи не хватает. Да. Мастер боевых искусств. Перед солдат, значит. Солдат. Лидер к педиции езжу. Эх, секретаря бы. Археолог? Так, моя... Секретарь, который все будет записывать, да, это... О, монахиня, Тёмыч. Вот прям твое. Харфор. Бей. Кармич, ты хочешь свои фантазии проецировать на других? Я хочу монахиню. Хочу монахиню. Будет мало монахиню, значит. Один раз играл монахиню. Это было не очень приятно. Смотрите, всех монстров, блядь. Загуни. Она не может... Так, монахиня, где начинает у нас? У меня был такой, монахиня Енурго. Помню, да. Одна из первых каток. Как давно это было, мы только познакомились, считай. Ну, играть вместе начали, познакомились. Да нет, ты что, опух. Ты давно... Не так давно это было. По-моему, это одна из первых каток была, Велочь. Нет, ты чего. А до этого мы играли в Верминтайт. Так, я припил и готов. Так, секава вода, билет на корабль и одна улика. Тут же есть хочется. Билет на корабль. Ты что, салат себе там делаешь или что? Не. А хочешь? А хочешь салат? Так, одну улику. Все, вечером, как бурсак в этой серии уехать. Я не помню. Нет. Надо их купить, билеты. Билет надо купить. Да. Не, ну мы можем договориться. Да, давайте. Все получат по билету. Плотину надо завалить. Давайте так. Все выберите себе один билет. Либо на корабль, либо на поезд. Так, я в Америке. Мне нужен... Ну я же фермер, так что на поезд мне, пожалуйста. Я возьму корабль, пожалуй. Ой, сейчас, секундочку. А билет дает право дополнительного хода, да, по вот этому? Он тебя увеличивает длину твоего хода. Увеличивает твою длину. Длину твоего маленького хода. Ну, не того, что ты подумал. А вот где желтые пунктиры, там получается не работают, да? Да, да. Там только пешечком. Пешечком. А че я в Токио? Да, может, ты начинаешь в Токио? Что-то я выпил винище и решил поехать в Токио. Мне поезд до Аляшки тогда есть. Так, а че тут поезд, корабль? А, шпионка в Сибири стартует. Есть? Есть билет на Бобра? А поезд есть. Конечно. Бойте нас на КЛМе. Сибирский шпион. А в Акадус у меня уже это есть, Лупа. За что у тебя есть? За Лупы. Лупа. Она в Сибири. Лупа получил за Лупу. Так. Сказала винишка в Алексею. Суторона. Актив. А почему у шпионки в Токио? Ну, ух ты, ты безумие сбрасываешь? Я буду держаться тебе поближе. Я могу ебануться на отличненько. Кто безумие сбрасывает шпионок? Не важно. Кто там тебе его сбрасывает? Спокойно. Ты ничего не слышал. Щелчок не реализован. Это не то безумие, которое вы ищете. Я тоже хочу сбросить. Так, что я могу делать? Проверку воли за каждый успех могу излечить от безумия. И все соседи в моей локации. Сестра Мэри. Плюс один к броску только. При розыгрыше эффекта состояния дали или напасть. Сестра Мэри. Ну что, давайте по порядку расскажем, что у нас. Ты начинаешь. У тебя битая. Я расскажу. Сестра Мэри. Так. Так, сначала предыстория. Предыстория. У нас, в общем, мы люди разных профессий, но связанные тем, что знаем, что что-то в этом мире не то. Не так происходит. Есть какие-то пилы, которые собираются состворить что-то. И все подозреваем в этом. И каким-то образом объединились в поисках этого чего-то. И разборки с этим чем-то, чтобы стало снова хорошо. Вот у нас то, чего мы боимся. Мы предполагаем, что это Нефренка, темный фараон. Под песками Египта зашевелилось зло. Когда братство зверя, культ с таинственным объектом поклонения, начал поиски места упокоения Нефренка, темного фараона, пытаясь исполнить пророчество о его пробуждении. Мы хотим предотвратить пробуждение этой фигни, чтобы мир не попал в беду. Так, и мой персонаж. Сестра Мэри. Сестра Мэри мало рассказывала о своей жизни до принятия пострига. Как многие другие девушки, она приехала из маленького городка в поисках чего-то большого. Большего, чем серые будни провинциальной жизни. Дух дал ей это. Следуя его пути, она стала львом. Сострадание и благодетели. Застенчивая природа. Извините. Надеюсь, это аминобальное. Продолжайте. Главное, это в антарксиду не отъехать. Она часто удивляет людей своей сдержанностью. Служить воле Господа. Церковь направила ее в Южную Африку, чтобы разобраться с возможным и демоническим присутствием. Как всегда, Мэри пройдет к делу со всей серьезностью, с чистым разумом и непоколебимой верой. Офигеть. Описание космодесантника по факту. Следуя его воле, она стала львом. Да. Как и многие другие девушки, она приехала из захолустного провинциального мирка в поисках чего-то большего. Император дал ей это. Следуя по его пути, она стала львом со стороны. Темный ангел просто. Отдай монахиню Андрюхе. Так, next. Женщина, нанявшая Джо, казалось искренне, а дело несложное. Она заплатила аванс за путь одного чудака и доставку ящика, что никогда не берется за дело, не разобравшись, кто к чему. Этот чувак оказался членом ложи Серебряных Сумерек. Ящик был похищен из музея в Стамбуле. Как последний мудак, Джо обратился в полицию. Из-за этой промашки у него сломан нос, клиент мертв, а груз похищен. Теперь Джо готов к небольшой мести. Джо везет. Ну, арненько получилось. Да. Вполне. У меня аж дождь за окном пошел. И все стало черно-белое. Такой, блин. Этот мир. Он прогнил. Так, мой, да, этот Хэнк? Да. Сэмсон. С детства Хэнк путешествовал по стране, подрабатывая на фермах и ранчо. В Техасе он увидел, как огромное птицеподобное существо разрывает скот в клочья. Все остальные убежали, а Хэнк раскроил молотом череп этой твари. Мать ее. Не придав случившемуся значения, он написал об этом своему отцу. Теперь его отец пропал. А люди вдался и говорят, что Хэнка ищут подозрительные личности. Если они хотят запугать его, им это не удастся. Хэнк Сэмсон ничего не боится. И найдется его отста. Мать его. Пиздец, такие железные яйца у человека, не придав этому особого значения. Ты даже какого-то монстра раскроил череп такой. Даже кровью не повел. Пойду пиво выпью. О, кстати, да. Он такой хуйнивый на ферме, но видал, что это... Виски, виски. В Далласе пьют виски. Нет, в Далласе виски на ферме пьют пиво. На ферме пьют самогон. Мне кажется, там самогон. Муншайн так называемый. Во двор врывается тварь. Берет полоток. Мать такая. Сынок, там кто-то в агароне что-то творит. Взял кувалку, зашел. Ча ваш зима си. Далей к вас. Класс. Саня. Так что у меня Акачи О'Нелия. Акачи вырос в Мингерии. Девочка настранилась в Мингерии. Предпочитая ее воображаемых друзей. Старейшины считали ее безумной, но деревенский шаман верил, что она избрана богами. Мудрый старик научил девочку странствовать между мирами и повелевая духами. Теперь Акачи сама стала шаманкой и уча других людей защищать себя от потусторонних угроз. Недавно она прибыла в Кейптаун, чтобы начать охоту на темные силы, угрожающие человечеству. И избранные бой. Когда Диана вступила в Орден Серебряных Сумерек, ей казалось, что это не более чем клуб по интересам. Однако со временем она узнала о нависшем над мире угрозе и о том, какую роль должны сыграть Серебряные Сумерки в приближающейся катастрофе. Чтобы предотвратить виду... Эээ... виду... виду... Диана будет разрушить организацию изнутри, пользуясь тем, что она на хорошем счету. Недаром сам Карл Сэнфорд, глава Ордена... Карл Сэнфорд? Да, 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 признал... Ты представляешь сам? Вот это да. Признал ее способности, отправил на обучение. Сам Карл, Карл. Карл, Карл. Тема, как озвучка от Фаргуса, звук такой прям. Только что не знаю, это комплименты. Ностальгия. Ностальгия, да. Короче, призывали тентакли, но не те, которые ей нужны. Теперь она разрушает организацию. Серебряные Сумерки. Это не те тентакли. Которые выращивали. Ну а сейчас отправим туда девушек, проверим, те не те. Ну, а ты думаешь, почему почти все взяли девушек? На всякий пожар? Кстати, да, всего тут два самца получается. Фермер и... Одному плохо вообще, второму это... Фермер и фермер. Мне, кстати, коробит то, что у меня интеллект всего лишь на единицу выше, чем у этого фермера близкого. Ну, это уже... Что-то как-то... Да ладно, у нас у всех интеллект одинаковый. Триш Скарбора. Не, не так. В юности все предсказывали Триш большое будущее. В школе она была первой и в спорте, и в учебе. Но после выпуска удивила всех, поступив на скромную должность, ничем не примечательную телеграфную контору. Однако почти никто не подозревал, что эта контора была прикрытием для черной комнаты. Криптографического агентства бюро расследований. Сейчас Триш приехала в Красноярск для встречи с другим агентом, у которого есть... Красноярск, да твою мать, у которого есть важная информация о зловещей красной угрозе из мира, лежащего за пределами нашей реальности. Красная угроза в Союзе. Красная угроза в Красноярске, что непонятно. Как он шпионка будет играть, значит будет Юрий. Е-е-е, Юрий. Так все атмосферно было, пока не прозвучало Красноярск и почему-то... Красноярск, надо было говорить. Красноярск. Актриса, озвучите свою подноготную. Сейчас. Сейчас бутылку, да, прикладывай. Объехал там, похоже. Леха. Актриса уже все? Актрису уже в Антрактизе можно фишу. Даже играть не начали. Антракт. Ладно, давайте, может, начну-то или как... Давай я за него прочитаю, он все равно самый последний ходит. Лола собрала полные залы по всему миру. Однако после участия в нашумевшей пьесе «Король в желтом» ей пришлось взять небольшую паузу, если вы понимаете о чем я, потому что в кавычках, чтобы прийти в себя после истощения, если вы понимаете о чем я, опять же в кавычках. Теперь, выписавшись из лечебницы, она готова к грандиозному возвращению. Но на сей раз ей готова на иная роль бороться против древнего зла, угрожающего человечеству. Для начала она отправилась в Токио, чтобы найти единственную выжившую коллегу по предыдущей постановке. На туточке. Ты можешь тоже прочитать. Блин, чё? А, ё-моё. А, всё правильно, а чё актриса будет? За неё вон конферасия выставит. Ну да, я суфлёром был в тот момент. Тебя объявили уже, Лёша. Так, ну всё. За тебя играть тоже будет, кстати. Все зачитали за персонажей. В общем, цель игры какая? Нам нужна. Мы подозреваем, что проснётся нефринка. Он культист его разбудит. Я ленина, а ещё. Но нам нужны доказательства этого дела. Для этого мы собираем улики и разгадываем тайны. Как только мы разгадаем три тайны, мы сможем... Мы найдём культистов. Предотвратить пробуждение. Первая тайна у нас — наваждение тьмы. Ох, блядь, не нравится мне всё это. Наваждение тьмы. Тюре с монашкой. Когда профессор Иоанн Боуэн привёз завораживающую драгоценность домой в Провиденс, штат Утайрон, никто не догадывался об её тёмном прошлом, не о ужасных проявлениях зла, пойманных её светом. Так, когда эта карта входит в Иоанн Боуэн, положите в Архем эпического монстра. Начинается эпический монстр. Начинается. С первого хода уже. Так, кто в Северной Америке? Идём в Архем. Не в Кридзе. Населяющий. В Архем. В Архем. Угу. Эпический монстр. Фермера начинает кувалда вибрировать. Населяющий тьму. Этот эпический монстр не может терять здоровье, если у активного, сыщика нет артефакта, сияющий трапециодро. Пацаны, ни у кого нет трапециодро? Харатричный. Когда сыщик должен взять артефакт, он может взять вместо артефакта, который выпал ему, сияющий трапециодро. А, ези. Скупаем артефакты, пацаны. Короче, нам нужно артефакт найти. Артефакты мы можем найти в приключениях. Либо... То есть, только в приключениях мы можем. В контактах вы можете найти. В специальных контактах. То есть, в каких-то... Только так. То есть, надо... Или в экспедиции. Экспедиции тоже можно найти артефакты. В порталах тоже нужно. Да, в порталах. У нас две экспедиции. Одна экспедиция здесь. Посвечивается крайняя левая карта в резервах. В Гималаях экспедиция у нас. А, это установлено. А в Каире у нас этот... Где он? Как он называется-то? В середине где-то. Вот тут улик валяется. Детектив считает, что можно купить в магазине. Подходит парок. Мне, пожалуйста, трапециодер и парламент семерочку. Сияющий, просто заменить, трапециодер еще. Есть... А, у вас просто сияющий. Нет, мутный не надо. Не буду. Мутный можно очистить. Меня с него блевать сядет. А что у тебя два билета? У кого? Артем. Артем. Это у тебя... Ты читер. Нет. У меня один билет по персонажу, а второй билет мы раздали. Леха, переворачивай стол. Сейчас момент. Сейчас прибит костылями. Итак. Завязка. Начинается. Хорошая попытка код, но нет. Решительные меры. Это мы когда собрались, вот вместе решили обсуждать. Пошли к алхимику. Моляясь, алхимик подает вам зелье. Жидкость стекает по краям хрустального флиала. Говорит, что побочные эффекты могут быть чудовищные. Но полученная сила произойдет все ваши ожидания. Нам не привыкать с чудовищным эффектом. Проборов страх перед неизвестностью, вы откупориваете фиалу и подносите его. На секунду останавливаясь, представь ужасную... Куда-куда подносим, я прослушал. Я могу звук откупоривания сделать. Давай. Кстати, может музычку поставим аутентичную? У тебя нет этого плеера тут? Здесь есть, но я могу в Дискорде запустить, если надо. А у тебя есть набор? Нет, ты трек скажи какой, на Ютубе я его загоню. Ладно, потом. В другой раз. Как найду сам, да? Я просто, я помню, что мы играли прямо под музычку. Ну, это можно сделать, не вопрос. На секунду останавливайтесь, представь ужасные последствия. Вот с вами произойти от употребления этой смеси. Но вы не время колебаться, осознаёте это лучше, чем кто-либо другой. Так, каждый сыщик выбирает два наука и улучшает их. И ухудшает оставшиеся три. О-о-о-о! Мера себе! То есть плюс один к двум любым... А это проигнорировать можно, там, посануть? Нет. Мы все выпили это зелье. Чё, чё еще раздел? Утро просыпаемся у нас. Просветлело в одном месте и поплохело в другом. Выбираешь два наука, любых. Их повышаешь на единичку. Остальные понижаешь. О, а навык может быть ноль? Навык может быть единица. Е. Но в любом случае единица должен быть. Так это все дело? Повышаем два. Единички не повышайте, они останутся один. Ну да, я знание тогда просто не буду повышать. Нахрен, кому нужны. Два повышаем, правильно? Два повышаешь, три понижаешь. Так, а раздай же точки. А вот они лежат. Тихо-тихо-тихо. Вот они. Минусы нижний ряд. Ага. На один повышаем? Да. А почему же повысить? Да. Повысить. Минусы это на понизить, верхние это на повысить. Сейчас я подумаю, о чем вы помните, что понизить. Блядь. Это вообще пиздец. Бля. Нет, это начало. Пиздец еще не начался даже. Даже не начался еще. Это реально пиздец. Пиздецкое начало. Зачем нужны общения? Договариваться. Так, общение, наверное, сброшу. Подваж, да? Так, еще раз. Два повышаешь. Два повышаешь, все остальные понижаются. А внимание, что дает, типа, замечать улики всякие? Да, обычно. Замечать, да, что-нибудь. Ну, я, насколько я помню, воля это кастовать заклинания. Знания. Книга, книга это кастовать знания. Ну, по-моему, воля это кастовать заклинания. Ну, или воля это не сойтись у вас. Книга это заклинания, общение, это покупка всяких предметов там, либо получение. Внимание, ну, это замечать всякие опасности, то есть, чтобы все никто не мог подкраситься, что-нибудь сделать. Ну, и сила это тупо в бою уменьшает урон. Соответственно. Что там, лезь, помочь? Нет, нет. Просто посмотрите, какие у вас два навыка. Самые высокие, их повысите, ну, а все остальное у меня. Да, вот я тоже прихожу к выводу, что надо просто делать свои черты более яркими. А те навыки, которые у вас, ну, уже большие, значит, на них какие-то фишки персонажа. Снова, ну, кто-то есть, там, бабилки под них. Ебать, внимание, опять я вижу вообще все! Я сокол! А, что там в Антарктиде? Леха! Палево. Все разложились. Почти. Мне кто-то помогает, Тёмыч, спасибо. Просишь себе увеличивает. Что-то лучше видеть. Я с тупой фермер, что-то от меня хочешь. Но ты же не слепой фермер. Тебе на знания минус один не надо, кот. Меньше одного не будет. Да, меньше одного не может быть. Но если я выбрал, я не хочу знания, но я хочу повысить в себе силу и внимание. А все остальное в минуса. Минуса быть не может. Можешь просто не класть туда ничего. Жетон просто убери от знаний и все. Блин, я сам уберу. Да, убери. Этот тоже убери. Дай мне на силу еще. Можешь тебе еще жопу вытереть, э? И темненького мне еще стаканчик, пожалуйста. Да, вот этот убери, вот этот убери. Дай мне вот этот. А никто не спалил, что у меня триплился. А как два жетона просто сделать два к одним жетончикам? Есть. Как это так быстро увеличиваешь? Плюс два. Нет, не надо два жетона. Вот тут есть. Можно его перевернуть в жетон. Плюс два. Во. Имейте в виду, что плюс два это потолок. Слушай, Тём, тут у меня написано, что воля три и психологическая показатель четыре, тут пять. Наверное, четыре надо сделать, да? Да, четыре сейчас сделаем. А он с волей никак не связан, это разный, да? Нет, это разный. Воля и рассудок. Это рассудок твой. У меня, кстати, по-моему, не теряется. Я не прохожу проверку на волю в ходе боевого контакта. Вот, очень классно. А поясните за показатели, знаете, пять и семь. А сейчас убери, что происходит. Пять это твоё здоровье, хиты твои. А семь – это психическое здоровье. Это когда ты видишь… Должь хиты и ток мозгов. Увидишь страшную трубу. Да, и ты будешь сходить потихоньку с ума от её вида. А как они с науками вот с этими коррелируются, с которыми… Они независимы от них. Всё, каждая ситуация обыгрывается отдельно. Там может тебя проебать и по разуму, и по здоровью. И неудачно раскладывается. Да, например, моя кувалда. Это педиция в пустыне. Сейчас про неё прочитаем. Теперь, к примеру, зачем вообще надо психологические показатели? Ну, мне вообще похуй на всё же. Нет, тут психологические показатели. Его, кстати, искочит быстрее. Ну, вот да. Хотя, казалось бы, да, такой самый стойкий человек. Нет, но он когда увидит какую-нибудь… Да, он увидит, блядь, селись копы, обошалился. Да я только что, я не прострелил мою птицу, и пофигу вообще было. А ты не успел испугаться. Обдумайте. Ну, я буду так дальше и делаться. Нас ещё, по всей видимости, обвиняют в краже. Кто-то ограбил музей. Ну, он знает. У Аджит, амулет предназначенный для защиты фару. Аджит? Это кот взял. Глукаря. Бело раскрыто. Полиция подраздевает человека по имени Эрих Вайс. Но ваше чутьё подсказывает, что он не виновен. Чтобы это расследовать, можно отправиться в Каир, пытаться убедить полицию в невиновности этого чувака. В успехе полиция его выпустит под нашу опеку. И он нам поможет поймать настоящего… Это приоритетная цель, пацаны. У меня как раз билет на поезд есть в Красноярске. Привет. А что он должен, гуня? Собрать как можно больше улик. Найти артефакт и замочить вон ту фигню, которая сидит в артефакте. То есть надо будет найти артефакт, пойти и ввалить. Подскажите, пожалуйста, где экспедиция? В пирамидах? Экспедиция у нас в этой есть. В Каире. Вижу значок. В Гималаях и в Каире. А Каир у нас, наверное… Вот здесь, в боку справа, справа на маленькой карте. Вот Каир. Для того, чтобы продвигаться по сюжету, нам нужны улики. Вот эти вот зелененькие значки, которые будут появляться. Вот один в плакации 16 лежит. Один вот он во сердце Африки лежит. А поставьте экспедицию в Каире, пожалуйста, тоже. Слушай, а у нас в Северной Америке вообще в лик нет. Это нормально? Экспедиция в Каире, вот она. Видишь, приключения в Каире. А, она такая? Конечно, ебаж сразу туда. Просто они немножко разные. Кроме того, кроме того, помимо того, что мы путешествуем, выполняя вот это, силы зла не требуют. И у нас открыт портал в Аркреме, в Лондоне, извиняюсь, портал. В Лондоне? Да. В пустыне Сахара портал открыт, в другой мир. И в Каире открыт портал. Из этих фигней будут лезть злодеи. Кроме того, у нас есть такой жетон, то есть 12 знамений. Когда 12 знамений пройдет... Знамение, это, грубо говоря, один ход? Нет, оно сдвигается при определенных условиях. То есть это вот жетон. Будем считать по худшему варианту. Да, безысходность. Когда наступит тотальная безысходность, ноль, Люди умрут. Вот эта штука просыпается без вариантов. Ух ты. Плюс, когда каждый раз, когда знамение находит на тот знак, который, под которым открылись порталы, оттуда лезут монстры. Созвездие. И, соответственно, надо порталы закрывать, чтобы триндес не наступил очень быстро. То есть у нас сейчас, ну, сдвиги вот этого, шкалы безысходности в Лондоне правильно вылезут? Да. Нет, нет, нет. Шкала безысходности двигается, когда что-то происходит определенное союзие. Нет, это портал-то вот. Порядки-то знамения, они смещаются в связи по карте мифов. Конечно, нам нужно что? Нам нужно соединить улики, найти артефакт, параллельно закрывать порталы и выжить, выжить. Это будет непросто. Изи пиди, лет с дуэт. Итак, я начну. Я поеду за клоны. У нас фаза игровая делится. Так. На три части. На три части. Сначала фаза действий персонажей. Потом будет фаза контактов и фаза мифа. Первая фаза действий. Игроки по очереди. Начинают от игрока, у которого тот жетон, ведущего сыщика. Угладатель этого жетона также огребает при определенных событиях. Кейм-мастер, а можно я билетик поменяю, пока не начали? Поменяю, поменяю, конечно. Итак, я могу что делать в свою фазу действий? Путешествовать. У меня есть два хода. Либо я один ход путешествую, либо я... То есть, у меня два действия. Я их могу потратить либо на путешествия, то есть, два раза пропутешествовать. Могу подготовиться к путешествию, купить билет, потратив один ход. Могу купить актив в магазине. Если я в городе нахожусь, то вот здесь вот у нас лежат доступные в магазине. У нас на карте есть значки города, глуши и морского путешествия. Вот я сейчас нахожусь где-то в городке на юге Африки. Вот я могу купить, значит, актив, если захочу купить. Дальше. Мы с доброй надеждой. Я могу отдохнуть. Отдохнуть, восстановив одно здоровье. Я могу помедитировать. Да, получив жетон концентрации. Это очень важная хуйня. Я, кстати, советую всем его иметь. В самом начале советую прям пробросить всем на концентрацию. Давайте сделаем так. Мы просто всем раздадим по одному жетону. Классно. Не тратить ход. Ребята, меня слышно сейчас? Да. Жетон концентрации, его можно использовать, допустим, как спасбросок. То есть если тебе жестоко пиздит, ты используешь жетон концентрации, либо добавляешь в себя баллов к кубику, либо перебрасываешь, либо избегаешь какого-то смертельного удара. Это очень классная штука. Советую их иметь минимум один. У каждого. Дальше. Еще вариант действий. Я могу обменяться сыщиком, которые со мной в одной локации находятся. Потратить свое действие на обмен любым количеством предметов. И особое действие. У каждого персонажа на карте есть такая штука. Действие написано. Вот у меня, например, я могу там помолиться и снять безумие с персонажей, находящийся рядом со мной. Там у Лехи. У него актриса может потратить сколько угодно жетонов улучшений, чтобы за каждый потраченный жетон улучшить один на свой. Жетон плюс два считается, да, жетон. Так. Именно рядом находящихся? Или кого-нибудь еще? Именно рядом находящихся. То есть в одной локации надо находиться. Ну, смотря у кого какие способности. Потому что я был однажды Ксенией Собчак. Я спонсировал всех. Он может там провести расследование, поработать с документами и откопать улику. А я вот не понимаю. Я могу... Я не понимаю мою способность. Ты выбираешь союзника, услуги или оружие, видимо, из доступных в активах. То есть там что там есть. Затем ты сбрасываешь один актив из резерва и заменяешь его активом выбранного типа. А, ты говоришь, я хочу союзника. Мы из колоды достаем союзника и ложим его вместо любого из активов. В магазине они не продаются. Я хочу купить оружие. И тебе из прилавка достают, убираю что-то другое. А, то есть из имеющихся инсортимента я сбрасываю и беру что-то еще. Ты заходишь в магазин. Чувак, я хочу купить у тебя кое-что. Производ, Джо, только для тебя. Да, да. А, понял. И я еще при увеличении навыка могу еще один навык увеличить. Ну, я крут, короче. Да. Только слаб. Кстати, раз ты... У тебя эта обилка работает и на то, что мы выпили. Ты, значит, свои навыки, которые с плюс один, у тебя должно быть... Плюс два? И минус один? Нет. Ну, такой персонаж. И ноль. Я же увеличиваю отрицательно. Нет, еще один навык. Я только один навык увеличиваю, поэтому я увеличиваю лишь обаяние. Обаяние. Общение. Ой, ну куда же уже больше? Ну, Джо, да. Джо, ты и так великолепен, Джо. Мне заплатили за работу. Можно пройти проверку силы, сбросить одного с локации, и, короче, его отправить туда. Классно, классно. Стойкость, которого не превышает... Стойкость? ...проверка, да. Два стойкости. А Сашка может просматривать жетоны, какие будут там... И телепортироваться по порталу, не могу и ванговать. Так, итак, теперь у меня действие. Я нахожусь в городе. Мне надо двигаться в сторону экспедиции, но по пути... По пути я смотрю, что там ближайшие какие проблемы у нас есть. Порталы далеко. Стойкость тоже. Я не боец, потому что у меня боевые руки не скидывай. Но ты можешь меня благословить фляжкой, и я полезу в сторону. Я вот, да, я и хочу. Действие на то, чтобы обменяться предметами и вылить воду на тебя. Я выливаю... Татуа сначала. Ооо, а можно посмотреть? На лба. Благословение фляжкой. Прям фляжкой полил. Я достаю свою огромную флягу. Серебряную. Сорфийской горелочке лью. Вот, и ты получаешь благословение. Мокренькая шаманка. Ооо, да. Держи. Баф его полностью. Что дает благословение? Такие руки начнут разные. На пять или на шесть. Мы потом делаем проверку чего-нибудь. На кубике должно выпить пять или шесть. Тогда это успех. У него четыре, пять, шесть успехи. Успех, шанс успеха выше. Да, любого действия, которое требует броска, шанс успеха. У него есть Бэкфайр. Ну, как у любых, есть последствия. Бэкфайр, это, да, последствия за твои грехи. Первое свое действие я потратил на то, что палил водички шаманку. А на второе действие я... Отличное начало, да? Так, я в магазине... Я заглянул, что там у нас подают в магазинчике. К шаманке заглянул. В риски. Уже. Подержите свои фантазии при себе, парни. Понимаешь, сложно. Почти невозможно, я бы сказал. Так, союзник. Киджал, дышка, стихо. Киджал, хочу купить. Киджал, дышка. Киджал, дышка. Киджал, дышка. Чтобы его купить, нужно вот у него циферка 2, это цена 2. Я должен взять свой навык общения. Вот у меня он 3, с увеличенным. Это значит, я беру 3D-са. Дайте мне 3D-са. Вот они. Дайте шаманку, монахи, 3D-са, быстрее. Раз. Шаманахиня. Шаманахиня. Шапапала. У-у-у, шаманахиня. Шапападнары. Так, 3D-са. На них должно выпасть 2 успеха. 4 или 5? Нет, 5-6. 5-6. А, 5-6. 5-6. 4-5-6 от Усани. Есть 2. У меня есть 5. 5-5-2. 2 успеха есть. 2 успеха. Я забираю киджал, я его купил. 1 успех хотя бы должен выпасть. 2. Да, цена киджалу 2. А. Ах, классная штука. А цена это где-то 3 написано, да, 1. Да, это его цена. Количество успехов, которые надо выкинуть. Понял. Дальше. Я потратил свои 2 действия. Передаю их вот Андрею. Так, первым действием я, находясь в городе Героя Сан-Франциско, рассматриваю местные магазины. А, я забыл прочитать девиз в самом начале игры, а именно это будет... За императора! Необычно. Никакие злые боги не помешают мне выполнить его. И я, соответственно, решил закупиться. Меня вот заинтересовала вещь радиосвязь. Услуга командная. Взяв эту карту, немедленно передать сколько угодно ёбаных улик другому сыщику в любой локации. Не просто улик. Ёбаных улик. Стоимость у неё одно общение, а у меня общение аж 5. Дайте мне 5 дайсов. Я брошу в рожу этому. И джигает правду. Эй, детка! Не, подходишь к нему, а для меня сообщение не отправишь. А как сбросить курсор, блядь, у меня указательство? У тебя линейка там. У тебя линейка самый нормальный курсор. Лучше, чем у нас 5. Ёбаных. Что-то ты мерил этой линейкой? Что это за коротенькая зелёная штука тут? По-моему, там 35 миллиметров. Ох, какой у тебя маленький, глянь. Я сейчас перил пару миллиметров оттуда. Вначале. Чтоб не выделяться. Ну да. Ну дайте ему 5 дайсов-то, вот как их множить-то. Не, ну ещё два. Можно копировать. Ничего без гейммастера не могут. У нас правов нет. А вот справа, сверху же. Да вот же, можно скопировать просто эти. Ну как бы вообще ничего не могут. О, на. Это твой размер. Я как раз под тебя. По твою линейку. Блин, ну сделать бы их одного раза. Так, раз. Ну всё, получил. Ну и всё, они пришли, битвики. Я выиграл радиосвязь, я её забираю. Радиосвязь теперь у меня. И суперпресс автомобиль. Так, улики мы ищем на этом ходу или на следующем? Напомните, пожалуйста. Артём? Это я первое действие показал. Улики мы, по-моему, в фазе действия ищем. В фазе этот. Нет, не фазе действия. Улики мы собираем. Мы приходим к улике в фазе действия пешочком к ней. А чтобы её забирать, нужно в приключения залезть. Это будет следующая фаза. Тогда я применяю свой билет на поезд. Применяю. Врубаю трактор. И еду к культийским отступницам. Правильно я понимаю? Врубаю трактор. Ты Джо Даймонд, ты врубаешь Ford Mustang 69-го года. Несмотря на то, что 20-й год. То есть я миную фермера за счёт билета и проезжаю к культийским отступницам. Проезжаешь по фермерам на своём мустанге. Да, ты всё правильно делаешь. Отлично. О, атмосфера пошла. Гром отчего нет. А, сделай будешь. Между двумя клетками, между двумя клетками, ты можешь перемещаться без. Билет тебе позволяет удлинить. Ты где был? Вот я был в самом-то фермерном рюке, позволяет. Франциско переместился, потом поездом. Да, всё, это сзади. Ага. Так, всё, я отходил. Следующий ходит в Рыси. Так. О, музычка, музычка классная. Эльбинт. Так, значит, два хода, да? Ну, давай в первый ход. Концентрация же можно увеличить, правильно? Ещё одну взять. Можно. Первый ход, не получение концентрации. Один ход, да? И вторым ходом я перехожу в Архам. Прекрасно. Да, ты, 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 Эси, ты бы не лез в Архам, тебе там жопу откусится. Ты сейчас там наткнёшься на монстра, не ходи, пожалуйста. Да, думаешь. А его ни разу нельзя убить? Я не получил на провод, пускай артефакты нет у нас. Там же написано, монстр не может терять здоровье без артефакта. Я штукой фермер. Штукой деревенская башка. Я паил лак хелл. Да, я паил лак хелл. Да, я паил лак хелл. Это не может стоить там монстры. Да, Сан-Франциско. Не тратить билет, правильно я же могу это сделать. Да, просто одну клетку может быть. Одну клетку. Оставайся в Сан-Франциско. Будет приключение у тебя в Сан-Франциско в стиле диско. улучшение внимания можно это если ты там там могут быть квесты в которых сможешь улучшить внимание если все пойдешь можно попробовать осталось остаюсь я буду здесь жить я остаюсь так следующий у нас ну я поеду десятую локацию оттуда переехал сахара действия перед два действия потратить два действия все все билет в там нет поездов там нет все понял следующий у нас артем он сказал что отошел подождем есть магазине брать или это надо оставить кому-то кто будет заклинание читать но вот это мне больше не помешал на самом деле я ее купить не смогу общине как мы тебе купим нужно надо три успеха у меня общение один и очень активно так ты в сахаре это с 10 локации туда попадать я куплю привезу тебя да не успешен в портал шпале заметки что кто ходит переходишь мы тебя так ты где находишься покажи себя ты где-то мексике по нами покажи себя снимая скультистка смотри тебе имеет смысл двигаться или все в город закрыть хватает я могу одним ходом нет сейчас посмотрим можешь можешь у тебя же билет наверное могу нету этого самого ты можешь от него ходу походить удлинить его билетом и у него пароходный билет пароходный ну собственно все я живу сюда же билеты так у него же нет как у меня есть все нормально не зайцем и поехал как дальше подождите клапер с наш ходит на клетку смысл не должно становиться нет нет ты не будь и злой игры это фазу контакта будет и дальше ты тратишь свой просто ход и перемещаешься в лондон и все моё ход окончено у меня спецобилка если у вас нет улик получите одну улику одно действие трачу и получаю улику и у нас тут улики вот улика есть так вторым хода так как я нахожусь при танцевая дашь тут скрыть нужно потом ломить его а скажите где пламя и мы можем а чтобы тайну скрыть надо три улики чтобы тайну скрыть надо не убить а просто убить понял а чтобы убить нужен артефакт чтобы артефакт добыть скорее всего понадобится умники так одним действием улику взял вторым действием так как я нахожусь в городе красноярске я хочу в магазине купить шикарный контрабандный санкционный виски я был блин естественно так у меня три по моему общение 4 4 дай сам ты не купил его а один успех купил ну и на этом игра для шпионки оканчивается личная победа так ну я все теперь в фазу действий мы отходили следующих нет еще лёха не ходил лёха не ходил ко мне нужна покажись она в токио у нас кто-то у нас актриса снимать есть лика так и шпионка заберет улику там вот все снимались ты можешь принципе длину со 100 красноярска или остаться в токио я бы закупился двигался потихоньку сторону африки да у них общение должно быть большое до 5 в магазине огромность потенциал к покупку дайте вот это вот это и вот это можно даже дважды купить аналитик нормально один анг пожалуй анг будь здоров закупайся закупайся не оплатили сначала платить у меня есть гиганты сирена на входе что анг анг ангелин айси для нашего лес ой чёрт вот эти губа осыпем рамочкой вы руки когда-то уберите поднимите актрису зеленые руки эх эм отпусти отпусти — Ууууthut golden Это не боулинг Лёха — Рука дёрнула — Мне всё для того, чтобы их full перемешать Можно стол перевернуть кстати — Нажми кнопку F — Тогда выделил их F — Поделюсь — Плюшень — Отпусти Отпусти — Нееет — Нееет — Ф — Мне нравится как он бросает — Отпусти выделение — И теперь нажми успеха есть забираем нет надо три успеха тебе не продали потому что ты это может сделать сделку а он концентрацию может использовать к в качестве третьего можно перебросить один дайс используй концентрацию и перебрось третий а жетон плюс 2 считается за два жетона а это это джо успокойся я сыграл 100 королев жилом вазе трек концентрацию перебрось третий дайс что непонятно как это вино у нас пьет лёха или андрюха или оба а какой имя леха озвучивает перебрось любой кроме шестерок а шестерка это что вот это звездочка уличный знак давайте руками тут нет нет и 1 1 на 5 rr надо жать все так запомни он не не твой отнеси его санютичку санютичку все на этом ходу на этом ходу ты отходил остаешься в токио а вот я расходил только это чего не раза пытался купить первых нерва дали его за девушка почему-то ради один дайс перебросал перебросил консультацию потратил на действие нет концентрация просто тогда у него еще одно действие когда да все все у них еще на действие все переместиться как штурмовики имперские разговаривать такой шпор был шанхай двигайся в шанхай то будет неплохая идея уходить возьми свое изображение открывается портал уже уладит какую-нибудь ктунху шанхай вот он с компактами красавчик какой на руках перенесли лучше лучший урок сегодня шаги лёхи все сфоткали да? так дальше у нас фаза контактов на шту гасили это пошел тихо все так я нахожусь в локации неименной значит я буду брать вот с этой из общих контактов сейчас контактируем с тем где мы находимся я нахожусь вот город за помню за общие контакты стягиваю лёш тебе привет и ей тоже привет я так-то не скучаю так ладно все тихо так я лучше помолчу вы будете постоянно букинистического магазина здесь попадаются очень редкие книги разобраться по какому принципу не расставлен почти невозможно проверка знаний с минус одним артефакт артефакт 0 знание единица за минус 1 0 меньше меньше единицы если будет успех и вышла не смог разобраться там книги вообще перепутаны не не по алфавиту а потом я ну нафиг вышла из магазина стоп я трачу улику чтоб перебросить нужно тот артефакт и я мастер дамы и господа характерический тессеракт мы перенеслись skyrim это вообще дьявол а мне послушалось да и дирический более кубической формы так и чё мне дает тут артефакты он дает себе объединить теперь теперь нужно утром сейчас нападать на он ту большую штуку а вот как ты его можешь убрать вот его передавать можно или главное что он есть что в атаку за императора вещь волшебный выберите одного монстра в любой локации брусьте один если выпало 5-6 забросьте его в противном случае переместите хорошо поговорим я мужчинам так и переходим следующий ход француз так я контактирую с городом в локации северная америка уже перемешивала я на всякий случай и так сам фраг не это кто нет все обыкновенные контакт нужно неименную в обыкновенном году таком а чуть америка что кто у нас на сферу я вот где-то неименной районик местный политик обвиняет вас серии похищений убийств народ уже настроился на самосуду а чёрт вы сейчас андрюху лететь переубедить я их пытаюсь руками камень пытаюсь приблизить опять тайсов кидаю и руками переубеждаю один переубедим один успех тебя не избивают при проваливаю вас бежал со сбивает на меня не избивают да ты договорился чё тебе дали меня не отпиздили но армия харизма сработал вот достаточно что у меня и ход играл такой сигареты в лицо так а коротко сам не от контакта были россиян идти вах фаза контакта уже не бьет контакта сейчас а у сан-франциско а я фазико контакты в америке код третье вот это вот отследование у него сан-франциско ну контакты в америке потому что именной город они перемешали зачитывайте сан-франциско сан-франциско вас попросили осмотреть труп работах аронным дел мастером вы изучаете основы субмитэкспертизы улучшите зрение до 6 5 внимание дальше опять стало внимания до 5 у трупа на голове странный проволочный колпак похоже что его убили электрическим током ужасающие зрелище 1 шанса минус один у тебя один минус один значит они 1 дайс не портануло так и что там случилось при провале она космар 5 2 раз тут пизда сейчас поедет нахуй вот ну единицы короче саня 4 было на грани сумасшествия и чуть не ебанулся на отличненько отлично съездил в город показали я чуть с ума не сошел стал более внимательным